Заседание штаба по комплексному развитию региона открыл и провел губернатор Алексей Русских. Делегация Ульяновской области работала на международной промышленной выставке Иннопром в городе Екатеринбурге. Стенд Ульяновской области посетили председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и премьер-министр Республики Казахстан Алихан Исмаилов. Мы презентовали им промышленный потенциал региона. Такое внимание поможет, появляющий дополнительную федеральную поддержку для развития наших предприятий. Ульяновская область заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Солерс». Благодаря этому в 2023 году на площадке УАЗ начнут выпускать компактные малотоннажные грузовики «Солерс Арго». В регионе будет создано более 500 рабочих мест. Также было подписано соглашение с группой компаний «ГАЗ». На заседании также говорили о воздушном сообщении с другими странами и регионами. Из Ульяновска сейчас летают самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Минеральные воды и Анталью. С 13 июля открывается прямой рейс в Махачкалу. Также планируем открытие рейса в Калининград. На сегодняшний день прорабатываем с коллегами финансовую возможность, губернатору Алексею Юрьевичу. Мы представим все данные, собственно говоря, на его решение. В дальнейшем, со следующего года, планируется открытие рейса в Минск. С коллегами мы все-таки эту тему дожмем. Сейчас достаточно большие проблемы с воздушными судами, у авиакомпании есть финансовые проблемы. Другой важный вопрос – подготовка к зимнему отопительному сезону и модернизация коммунальной инфраструктуры. Регион заключил соглашение с Минстроем Российской Федерации. Теперь мы можем рассчитывать на федеральную помощь в сумме более миллиарда рублей. Что касается гидравлических испытаний, в ходе них обнаружили 441 порыв коммуникации. Их устраняют в рабочем режиме. 160 порывов на сегодняшний день устраняется. Цифра очень плавающая, каждый день меняется. Кроме двух муниципальных образований – это Димитровград и Ульяновск. Везде мы закончили гидравлику. А вот в крупных городах таких она продолжается участками, как я уже информировал, и горожан, и средства массовой информации. Это по отдельным участкам проводятся гидравлические испытания магистральных сетей, на триквартальных сетей. И таким образом мы не останавливаем подачу коммунальной услуги по горячему водоснабжению для основной части населения. В Ульяновской области продолжается плановая диспансеризация населения. Благодаря этой работе медикам удается вовремя выявлять опасные заболевания на ранних стадиях. Диспансеризация ведется в два этапа. Ульяновцы от 13 до 39 лет проходят ее раз в три года, от 40 лет и старше – каждый год. В текущем году для достижения указанных показателей мы активно применяем выездные методы работы. То есть активно привлекаем передвижные медицинские комплексы, которыми за первые полугодия текущего года совершено 2064 выезда. И в целом осмотрено 20 293 человека. Большую часть из них проживают в отдаленных населенных пунктах. На заседании говорили о безопасности на воде. За лето в регионе утонули 9 человек. Двое из них – подростки. Губернатор обратился к жителям с просьбой быть более ответственными и беречь детей. Из-за жары в нескольких районах области начались перебои с водой. Жители Цельнинского и Ульяновского районов жаловались на то, что воду им дают по графику. В регионе продолжается прием в вузы и колледжи. В этом году в ульяновских вузах на 225 бюджетных мест стало больше, чем годом ранее.